Один человек, одно слово, могут спасти и возвратить в землю. Моя жизнь, был такой момент в моей жизни, когда мне просто не хотелось жить. Неудачный опыт в традиционном бизнесе, 250 долларов, 1000 долларов, долгов. И, казалось, на тот момент, жизнь просто рухнула. И вот как-то сижу я ночью в темной арендованной квартире и думаю, зачем жить, что делать. Но это была минутная слабость. И знаете, что меня спасло? Я помню свет, падал на спящего моего сына. И когда я посмотрела на него, я подумала, если меня не будет, кому он нужен? Кто будет его любить так, как я? И вот после долгих метров, я стою с дивана и говорю, я все сделаю, чтобы мой сын был счастлив. И после долгих метров, в поисках работы, я прихожу в сетевый бизнес. Да еще так удачно пришла, встретила мужчину и вышла второй раз замуж. И тогда все у нас началось, завертелось, закрутилось. Мы так начали с ним работать активно. И буквально за пять лет мы вышли на самый высокий чек в Казахстане. И вошли в десятку в ток самых успешных лидеров компании. И в этот момент, когда мы вышли на это звание, нам удивляют, что нас присоединяют в фабрии. Отель Клязьма, сейчас помню. Там красивейшие леса, озера, романтический пейзаж. А мы сидим с мужем в комнате и рыдаем. Я рыдаю, потому что я понимаю, что это конец нашего бизнеса. Поворачиваюсь к нему и спрашиваю, а ты что плачешь? А он мне отвечает, я плачу, потому что понимаю, что это конец нашей семьи. Восемь лет нас позиционировали, как успешную семейную пару. И тут я остаюсь одна. Развод был очень сложный. Нам поделили контракт. И я рухнул со всех статусов. На ней это самое важное. Важное то, что я уже не могла выходить и рассказывать свою историю. Я не могла рассказывать свой опыт, потому что это был совместный опыт. Такое ощущение, как будто взяли и у тебя украли эту историю. И я впал в глубокую депрессию. Нет, я не лежала на диване. Я выходила в люди. Я общалась, я разговаривала, я встречалась. Но в душе была такая пустота. Когда у вас нет веры, когда у вас нет мотивации, нет энергии, вы не можете двинуться дальше. Так же и я ничего не хотела. Меня ничего не мотивировало. И так прошло три года. 2014 год. Январь месяц. У нас в Казахстане проходят традиционно баллы директоров. И туда приглашают обычно топовых лидеров компании. И в тот год пригласили Людмилу Менникову и Эркина Ирбачаева. Помните Эркина Ирбачаева? Которые постоянно рассказывают историю. 500 долларов, 500 долларов. Так вот, я встречаю их по аэропорту. Они выходят. Мы идем к машине. И тут Людмила начинает говорить. Ты знаешь, мы летели сюда. И говорили с Эркином и то, Казахстан, такая классная, гостеприимная страна. Здесь такие проходят мероприятия. Шикарные. Здесь такие классные лидеры. Я киваю головой. И она говорит дальше. Но ты знаешь, мы с ним летели и говорили, что это все на втором плане. Мы летели сюда, потому что здесь есть ты для тебя. Я так волею за тебя душой и люблю тебя всем сердцем. Ты всегда была такая яркая, красивая, такая активная. Ты... Почему ты сидишь? Ты должна пристать. Все помнят? Ты... 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 Я начала действовать с того момента. Я начала объезжать свои регионы, я объездила и подняла все своих оставшихся лидеров. И забота. Я подняла товарооборот структуры с 25 до 30 тысяч баллов до 300 тысяч. Забот я открыла, подклубила звание бриллианта. И вы знаете, мы все приехали сюда, стоим здесь на сцене, чтобы сказать вам, 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 вы все такие яркие, вы все такие активные, вы все такие целеустремленные, вам нужно блистать и быть успешными.